Роман Прокофьев. Игра кота. Книга первая. Текст читает Олег Кейнс. Пролог. Кот. В общем, вот такая история. Я в шоке, честно говоря. Весельчак У. Понятно. Кот. Не могу зайти ни с одного аккаунта. А когда создаю новый, та же картина. Надпись во весь экран. Ну, я скрин тебе скидывал. Весельчак У. Ты словил перманентный бан и по ID, и по железу. Поздравляю. Пиши жалобные письма админам в техподдержку. Кот. Уже. Ответ тоже получил. Бла-бла-бла, РМТ, идите лесом. Бесполезно, короче. Ты представляешь, насколько там осталось? Там хабара на несколько тысяч алтынов. Весельчак У. Два пиджака замшевых, два портсигара. Кот. Не смешно. Весельчак У. Я и не смеюсь. Там и мои деньги, между прочим. Надо подумать. Кот. Что ты предлагаешь? Весельчак У. Тебе предлагаю пока поискать новую кормушку. До связи. Я раздраженно класснул по клавиатуре, закрывая окно переписки мессенджера. Еще раз развернул экран космоса онлайн. Поперек горела жирная красная надпись «You are banned!» Вы забанены. Надо же так попасть. 12 аккаунтов, приносившие мне почти 5 лет стабильный поток денег, прорва имущества и, главное, виртуальные игровые кошельки, привязанные к ним, были больше недоступны. Разные хитрости типа виртуальных компов, прокси-серверов и левых айпишников, использованных при регистрации, не помогли. Администрация космоса разом обрубила мне все ниточки к игре. Сколько же я потерял? Как минимум 4-5 тысяч алтынов в игровой валюте. То, что на счетах аккаунтов. Примерно столько же в непроданном товаре и имуществе. Плюс стоимость самих аккаунтов с прокачанными персонажами. Это еще столько же. Это как минимум. Не считая 5 лет жизни, вложенных в эту игрушку. Хотя в последние 3 она стала скорее кормушкой и работой, чем развлечением. VR-ММО нового поколения, заполнившие мир во второй половине 30-х, были очень популярны. Вокруг них крутились очень большие суммы денег. А где деньги, там всегда вертится огромное количество всяких дельцов, желающих заработать на виртуальном развлечении. Одним из них был и я. Нет, в начале, первый год, после покупки вертшлема с обвесом, я играл, упиваясь полным погружением. Один из 10 миллионов абонентов виртуальной вселенной Космоса Онлайн. Продвинутая денежная система игры позволяла как вводить, так и выводить игровую валюту. Вполне официально меняя на реальные деньги, заработанные в игре, и наоборот. Это казалось гениальным. Ведь, нащупав способ заработка в игре, можно было оплачивать аккаунты, даже тратить на жизнь в реале. Можно было не работать. При определенном уровне дохода игровой валюты оставались немалые суммы. Я усмехнулся. Когда-то я прочитал, что потребности человека растут на шаг впереди его возможностей. В справедливости этого утверждения я убедился на собственном опыте. Сначала мне просто не хватало денег на хлеб с икрой. Затем на красивую жизнь, гулянки, клубы, красивых девушек. Потом не хватало на новенький седан с гибридным движком и автопилотом. Далее на первый взнос по ипотеке. Затем на свадьбу. Список можно было продолжать. Нет, раскрутился я тоже неплохо. Вначале добывая игровую валюту одним, потом двумя-тремя аккаунтами. Затем я познакомился в игре с Николаем. И мы стали вдвоем через его интернет-магазин продавать игровую валюту, предметы, персонажей за реальные деньги. Космос онлайн был на пике популярности. Торговля шла бойко, денег хотелось все больше и больше. И в ход пошло все. Торговые и производственные аккаунты, боты, скупка у пиратов и нелегальная покупка у игроков игровой валюты. Придуманная админами Космоса система обмена виртуальных денег на реальные была такова. Покупатель игровой валюты на внутриигровом аукционе должен был выставить лот с указанием цены и количества, внести сумму реальных денег и ждать, пока игрок, который хочет поменять наоборот игровую валюту на реальную, его примет. В таком случае совершалась сделка и администрация Космоса забирала 10% от этой суммы. Но всегда есть те, кто не хочет ждать, кто жаждет купить дешевле, продать дороже и не платить налога. Это и были наши с дядей Колей клиенты. Какие только сделки и махинации мы не проводили в игре. Без доли скромности, наш онлайн-магазин был одним из самых популярных. Николай проводил сделки с клиентами, руководил операторами и рекламой. А я, используя свои связи в игре, обеспечивал стабильный приток игровой валюты. И вот прилетел бан. Нет, выход, конечно, был. Выкинуть или продать все игровое железо, вертшлем, оборудование и самое дорогое, купленную всего два месяца назад новую навороченную верткапсулу для полного погружения. Купленную, черт побери, в кредит. 35 тысяч алтынов, не шутка. Купить все новое оборудование, сменить у провайдера IP. И тогда, может быть... Может быть... Если админы космоса не применяют более хитрую систему блокировки. Например, по уникальному отпечатку сетчатки, однозначно считываемому капсулой при полном погружении. И даже тогда придется начинать все. Все сначала. Итак, что мы имеем? Я яростно застучал по клавиатуре. Две с небольшим тысячи алтынов на нескольких карточных счетах. Около штуки наличкой дома. Сколько-то мне должен перевезти Николай за остаток этого месяца. Порядка двух-трех тысяч примерно. И еще... Алена! Позвал я жену, которая через стенку в зале смотрела какой-то музыкальный канал. Подойди, пожалуйста. Моя заспанная темноволосая прелесть в бордовом халатике, не скрывавшем длинных стройных ног, недовольно сунула свою мордочку в дверной проем. Что? У тебя деньги есть? Деньги? Зевая подошла Алена. Алтов триста. А что? Да ничего, просто так. Смотри свою стерео дальше. Улыбнулся я, протягивая руку и пытаясь ущипнуть ее через халатик чуть ниже талии. Ой, что делаешь? Больно же, дурак. Довольно взвизгнула супруга и уже удаляясь напомнила. Кстати, Олег, а там счета пришли на почту, за квартиру и коммуналку. Оплати через интернет, ладно? Хорошо, считаем дальше. У меня есть две с половиной тысячи красных бумажек Российской Конфедерации. Это примерно пять среднестатистических зарплат рядовых граждан нашей страны плюс-минус. Теперь расходы. Четыре тысячи алтынов ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру плюс 450 за капсулу. Итого 1850 алтынов в месяц. Плюс коммуналка и содержание семьи, которые я никогда толком не подсчитывал. Последние годы космос приносил мне 4-5 штук алтынов в месяц стабильно. Иногда больше, иногда меньше. Достаточно, чтобы можно было не считать. Теперь об этом, вероятнее всего, придется забыть. Ладно, утро вечера мудренее. Завтра попрошу дядю Колю пересчитать мне оставшуюся часть денег, заодно поговорю, что и как. Может, и придумаем чего. В любом случае, на 2-3 месяца деньги есть, а там все налажу. Надеюсь. Закрывая назойливые окна космоса онлайн, смазолившие глаза красной надписью Абани, я немного промахнулся, кликая пальцем по сенсорному экрану, и во весь мой 40-дюймовый стереомонитор вылезла красочная назойливая реклама. «Сфера миров ждет достойных», – гласила вычурная надпись на баннере. Ну и, как обычно в фэнтези-вселенных, фигуристая эльфийка в броне-бикини и мускулистый орк с топором на первом плане. Все как всегда. Я хмыкнул, закрыл баннер и пошел спать. Утром я первым делом проверил электронную почту. Увы, на все мои обращения в техподдержку космоса, написанные с разных мейлов от лица моих заблокированных аккаунтов, пришла одинаковая официальная отписка. «Вы забанены за нарушение соглашения с корпорацией и разработчиками. Пункт такой-то – РМТ». На официальном сайте космоса в новостях админы запостили итоги операции анти-РМТ. «Около тысячи акков, прямо связанных с РМТ, получили пермабан. От одного до трех триллионов снято с РМТ-кошельков. Отменено РМТ-транзакции на сумму около миллионов». На форуме творился ад и садомия. Топики пестрели кучей свежих тем с заголовками типа «Где мои деньги? Что за на? На кошельке минус три миллиона кредитов? Пропали деньги за счета? За что меня забанили?» И прочее подобного рода. Чуя недоброе, я открыл страницу нашего с Николаем онлайн-магазина. Он был недоступен, словно слетел хостинг. Немного очумев от такого расклада, я залез в контакт-лист мессенджера и посмотрел, кто был доступен для звонков из моих игровых контактов. «Таааак, Гоша онлайн. Один из лидеров ребят, с которыми мы работали по продаже покупки игровой валюты. Я надел наушники и нажал кнопку голосового вызова. «Алле, привет, Гоша! Это Кот тебя беспокоит из «Космос золото».» Так назывался наш интернет-магазин. Гоша был в игре, в VR-капсуле. На заднем фоне я слышал отчетливый женский голос бортового эскина звездолётов космоса. «Кот!» Голос Гоши казался удивлённым. «Кот! Слушай, Кот! Можешь объяснить мне, что всё это значит?» «В смысле?» – в свою очередь удивился я. «Понимаешь, Гош, меня забанили, и я хотел...» «Его забанили!» – нехорошо хохотнул Гоша. «Его, понимаешь, забанили! А ничего, что у меня половину ребят из зала забанили, а у другой половины минус миллионы кредитов на кошельке!» «Я и сам ничего не...» – ответил было я, но начавший было заводиться Гоша продолжал. «Все те бабки, которые вы нам переводили, заминусовали. Мы в полной заднице. А твоё космозолото прикрыло лавочку. И кто будет нам всё это отдавать, а?» «Слушай, Гоша, я не один работал, все попали!» – ответил я. «Ты же...» «Да мне пофигу! Твой Николай прикидывается, как не при делах. На тебя всё валит!» «В смысле?» – не понял его я. «Чего в смысле? Говорит, мол, ты с нами работал, ты будешь разруливать этот вопрос. Слушай, кот, котяра ты драная!» Голос Гоши стал подозрительно тихим. «Я ведь выбью на работе командировочку в твой поганый ёбур. Навещу тебя на досуге. Мы с пацанами сюда знаешь, сколько бабла?» Не видя смысла в дальнейшем общении, я прервал связь. Гоша, видимо, жаждал поговорить ещё. Замигала иконка входящего вызова, и мне пришлось заблокировать назойливого абонента. «Пусть едет в Екатеринбург, не жалко. Я живу в Казани». «Олежа, с кем это ты ругаешься?» В комнату прибежала встревоженная Алёна. «У тебя всё нормально?» «Да, всё хорошо, зайчик», — ответил я, посмотрел на неё и засмеялся. «Успокойся, у тебя глаза как пять копеек». «Какие пять копеек?» — распахнула она их ещё шире. «Таких денег уже давно нет. Опять смеёшься надо мной? Через десять минут приходи на кухню завтракать». «Вот такая она у меня. Красивая, заботливая, но, увы, не слишком умная. Хотя иногда, в некоторых аспектах, даже чересчур». Я снова погрузился в пучину сети, изучая официальный форум. Масштабы последствия прокатившейся волны банов были катастрофичны. Забанили всех, кто продавал и менял игровую валюту в обход администрации игры. Забанили всех, кто пользовался сторонними программами, ботами, макросами, скриптами. Навсегда, без права восстановления аккаунтов. У всех, кто покупал игровую валюту, двойную сумму покупки списали с игрового кошелька, уводя его в отрицательный баланс, если на счету не хватало средств. Я мысленно поаплодировал службе безопасности космоса. Они проделали огромную работу, поднимая логи, отслеживая всю цепочку аккаунтов и транзакций, через которую хитромудрые торговцы, типа нас с Колей, проводили свои сделки, запутывая следы. Не помогло. В общем и целом админы написали. «Мы заберем ваши деньги и имущество, если вы нарушаете правила. Покупайте реальные деньги через администрацию, иначе будете забанены. Не пытайтесь жульничать, и все будет хорошо». Тем временем дядя Коля появился онлайн. Я несколько раз набрал ему голосовым вызовом, но он сбрасывал. Наконец написал в чат гонца. Весельчак У. «Не могу говорить сейчас, не трезвонь». Кот. «Надо срочно поговорить». Весельчак У. «Пиши здесь». Кот. «Почему недоступно космозолото?» Весельчак У. «Операторам все телефоны и скайпы оборвали клиенты, которым админы заминусовали счета. Форум читал? Я решил временно прикрыть лавочку, чтобы не привлекать внимание. Мы тут крайними остаемся, если ты понимаешь». Кот. «Я слышал, что ты меня тут крайним оставить хочешь». Весельчак У. «Слушай, это ведь твою схему вывода денег из игры спалили админы, и клиенты почти все твои знакомые. Вот и разбирайся с ними сам». Кот. «Ничего, что деньги мы делили пополам». Весельчак У. Кот, пойми, это дело серьезное. Там ведь суммы серьезные были. Не шутки. Мне уже люди звонили, они не в суд пойдут. Весельчак У. «В общем, давай так, разбежались. Я тебя не знаю, ты меня не видел». Кот. «Деньги мне за последний месяц переведи». Весельчак У. «Не глупи, какие деньги? Тут бы свои не отдать». Весельчак У. «В общем, прощай, кот. Было приятно поработать». Абонент Весельчак У заблокировал абонента Кот. «Вот так, кидалово чистой воды. Мои четыре штуки красненьких уплыли в сторону непиленного леса. Попытавшись немного обуздать терзавшую меня ярость, я постарался собраться с мыслями. Что я знал о своем компаньоне? Познакомились мы с ним в космосе онлайн. Николай, дядя Коля, живет в Москве, бывшей столице нашей родины. Видел я его два раза в жизни, там же. Мужичок лет на десять меня постарше. Геймер, по его словам, еще с начала двадцать первого века. Переключился на валюту космоса после нашей с ним встречи. До этого торговал игровым золотом, прокачкой персонажей и редкими шмотками в других, ныне уже позабытых ММО-РПГ. Да ничего я о нем не знаю, понял я. Только мессенджер, имя и номер телефона. Ни фамилии, ни адреса, никаких координат и общих знакомых в реале. Ну ничего, я умный, я придумаю что-нибудь. Вот только что. К контактам в игре обращаться теперь ясное дело не стоит. Видимо, плакали мои денежки. У меня забрежжила неясная, не оформившаяся до конца идея, как устроить Николаю веселую жизнь. Ладно, посмотрим. Зла я не помню, записывать приходится. Завтракая, я обдумывал ситуацию. Что же делать дальше? Последние пять лет я зарабатывал с помощью космоса, других источников дохода не было. Да и делать толком я ничего не умел. После окончания онлайн-факультета МИИД, Московский институт интернет-технологий, и небольшого опыта работы веб-дизайнером в VR-сайтов, я оставил попытки найти нормальную работу и целиком сосредоточился на барыжничестве в играх. Сначала в древних, типа Вар Онлайн или Проджект Титан, потом полностью перешел в космос. Но сейчас, видимо, пришла пора искать новую кормушку. Прав, Николай? Ладно, посмотрим. Несколько поисковых запросов и тематических форумов с завидным единодушием выводили меня на новый хит и первую строчку игровых рейтингов, ту самую сферу миров. Хм, посмотрим, что за зверь. Не та ли эта сфера, о которой мне взахлеб с полгода назад рассказывал Алекс, старый друг детства? Я открыл сайт, куда вели рекламные ссылки. Я покачал головой, изучая информацию по игре. Читая множество восторженных отзывов. Как ни крути, за последний год игра отечественного производства набрала более 30 миллионов игроков со всего мира и сейчас прочно удерживала первое место. Впрочем, после событий 30-х годов и переноса столицы РФ в Нью-Токио, лидерство наших и японских игроделов становилось все более явным. 30 миллионов пользователей. Очень много. И это при том, что играть в сфере можно только в VR-капсуле, которая сама по себе стоила совсем недешево. В игре был триал, бесплатная возможность посмотреть. Что ж, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Но сначала попробуем получить немного информации из первых рук. Сделаем звонок другу. Тем более статус его мигает зеленым в сети. Привет, Сашка. Олег, здорово. Давно тебя не было слышно. Как поживаешь? Все там, в Казани? Да куда ж я денусь? Сам-то как? Узкоглазые не замучили? Да я уж с ними не работаю, Олег. Другим занимаюсь. Как там в Нью-Токио вообще? А то смотрю новости, офигеваю. Так и есть. Важно подтвердил друг. Чего ты хочешь? Уже четырнадцать миллионов почти. Муравейник жуткий. В основном японцы, конечно. Но много и европейцев, скандинавов, ну и наши. Новый центр мира? Похоже на то, Олег. А ты сам как поживаешь? Все в космосе своем? Да нет. Слушай, я чего звоню? Помнишь, ты про сферу рассказывал? Все еще играешь? С релиза? Больше двух лет уже. Подтвердил Алекс. А что, тоже решил попробовать? Ну, типа того. Посмотреть. Расскажешь вкратце? Ну, тут долго можно рассказывать. Засмеялся Алекс. Значит так. Без раз советую выбрать людей. Для новичка проще и привычнее будет. Я так и хотел. Мир рождения. Выбери мир Дорса. Народ Эйр. Запомнил? Это важно. Тогда я смогу помочь тебе в игре. Дорса. Эйр. Послушно повторил я. Как создашь персонажа, пройдешь обучение и появишься в игре? Отпиши мне в гонце. Или в игре свой ник. Найду, немного помогу. А как написать тебе? В смысле в игре? Мой ник там, Алекс Ордер. Моя капсула была свежей модели. Почти новенькая. Больше всего она напоминала полукруглый гроб, под небольшим уклоном стоявший в углу комнаты. Футуристический дизайн с космическим пляжем. С космическими плавными обводами. Онлайн кредит. Онлайн кредит. Навязчивая реклама. И вот уже техники настраивают интерфейс и подключают ее к беспроводной сети моей квартиры. В принципе, я вполне мог играть в космос и в VR-шлеме. Но как же, я же люблю всякие новые девайсы. Ну и хваленое полное погружение хотелось попробовать, конечно. Принцип ее работы основывался на нейроинтерфейсе. Хитрая начинка капсулы, взаимодействуя с сетчаткой глаза, подавала сигналы в мозг, помещая сознание в виртуальную реальность. Детали работы я так и не понял. Но, думаю, без сбитой тарелки зелененьких тут никак не обошлось. Слишком продвинутая технология. Некоторым людям, кстати, примерно 3% от общего количества, VR была противопоказана, вызывала тошноту и жуткую дезориентацию. В остальном технология была вполне безопасна и с ее появлением получила повсеместное распространение. Идеальная возможность показать цвета слепым, звуки глухим, коллегам в виртуальной реальности вернуть потерянные части тела. Огромный вал бизнеса тут же образовался вокруг VR. От виртуальных магазинов и туров, путешествий до центров обучения, где в вирте, создавая необходимую обстановку, можно смоделировать что угодно. Ну и, конечно, VR-игры. Капсула была оборудована всем необходимым, при желании ее можно было подключить к системе умного дома и подавать через трубочки питательный бульон, хоть несколько дней проводя в вирте. Особый вид дрожащего мягкого пластика под электроимпульсами не позволял образовываться пролежнем и затекать частям тела. В общем, все было продумано. Экран создания персонажа. Внимание! Выполняется вход в сферу миров. Нейроинтерфейс загружен. ID пользователя определен. Выполняется полное погружение. Полная темнота поменялась вспыхнувшей картинкой неба и ощущением падения с огромной высоты, через несколько секунд сменившаяся приятным чувством полета. Незримая сила стремительно несла меня над облаками, в разрывах мелькали зеленые равнины, горы, аквамариновая яркость океанов, желтые пески пустынь. Показав красоты мира с высоты птичьего полета, неведомая сила, крутанув напоследок, поместила меня посереть облаков с видом на потрясающий рассвет солнца. Сфера миров приветствует вас. Прошу вас выбрать тип аккаунта. Замигавшие перед бесплотным мной надписи дублировались чувственным женским контр-альто. Вспыхнули четыре яркие ромбовидные иконки, заботливо отрисованные всякими фэнтезийными завитушками. Итак, давайте разбираться, что тут нам дают. Деревянный аккаунт. Самый нижний вариант в списке. Как только я остановил и сфокусировал на нем свой взгляд, иконка увеличилась, по экрану поплыли строчки текста. Контр-альто начало вещать. Деревянный аккаунт – это базовый аккаунт в сфере миров. Он полностью бесплатен. Отключить голосовой интерфейс. Раздраженно рявкнул я. Голосовая помощь в VR мне всегда мешала сосредоточиться. Голос прервался, я сконцентрировался на описании. Итак, деревянный аккаунт. Он полностью бесплатен. Это кит-триал. Это та самая нулевка, о которой говорил Саша. Ограничен список рас, смеров и возможностей генерации персонажа. Потолок прокачки персонажа – 500 очков мастерства. Хм, много это или мало? Заблокированы ремесленные навыки. Заблокирована часть боевых навыков и большая часть заданий. Заблокирован рост репутации и высшее уважение. Недоступно вступление в кланы. Затем идет бронзовый. Стоимость – 100 алтынов в месяц. Ограничен список рас, миров и внешности персонажа. Максимум прокачки – 10 тысяч ОМ. Очков мастерства. Понятно. Некий расширенный вариант триала. Потолок репутации – почтение. Серебряный аккаунт. Стоимость – три сотни. Ограничен список рас, миров и внешностей. Потолка прокачки и репутации нет. Некий набор странников подарок. Это, видимо, основная рабочая лошадка сферы. Не слишком дорого, не слишком дешево. Можно играть в свое удовольствие, не уникально. Золотой аккаунт. Абонентская плата – тысяча красненьких. Доступны все игровые расы, все миры, все варианты внешности. Особый стартовый набор в подарок от администрации при регистрации. Включает масштабируемый предмет. Уникальный пет или маунт в подарок. Подарки при каждой оплате. Первая очередь техподдержки. В общем, для мажоров, сделал вывод я. Тех, кто денег не считает и любят повыделываться. Интересно, а уникальный спутник влияет на игровой баланс? И последний – алмазный аккаунт. Тут я впал в небольшой ступор. Стоимость – пять тысяч алтынов. Описания плюшек нет, лишь скупая надпись о том, что с желающим приобрести аккаунт этого типа, администрации сферы свяжутся в течение пяти минут и расскажут обо всех плюсах данного предложения. Да, подобного я еще не встречал в онлайн-играх. Интересно, что там они такого предлагают за пять штук? Для примера, бутылка пива стоит алтын, а за 10-12 тысяч можно приобрести более-менее приличный автомобиль. Ладно, моя задача сейчас посмотреть и разобраться, подходит мне эта игра или нет. Платить деньги будем потом, если есть смысл. Я выбрал иконку деревянного аккаунта, и неведомая сила вновь подхватила мою виртуальную бесплотность, понесла вниз к равнинам, расчерченным аккуратными квадратиками полей, морям и горам. Фух, аж дух захватывает. Ветер свистит, упругий напор воздуха обдает лицо. Хорошо сделали. Нечто подобное я ощущал в VR-авиасимуляторах. На фоне заснеженных гор в кругу полуразрушенных колонн мы остановились. Замигала надпись. Создание аватара. Выберите ваш мир. Дорса, скомандовал я, увидев длинный список миров с затейливыми названиями. Большая часть была заблокирована. Светилась серым или темно-багровым. Название мира вспыхнуло зеленым. Как и говорил Саша, он был доступен для нулевки. Внимание, мир загружается. Побежали строчки информации по выбранному миру. Дорса. Класс В. Землеподобный мир. Расположение – серые миры. Размер огромный. Количество континентов – пять. Крупных архипелагов – два. Крупных островов – одиннадцать. Доступные расы. Люди, эльфы, гномы, цверги, хоббиты, орки, огры, тритоны, рыболюди, кентавры, наги, демоны. Присутствие богов – да. Средний онлайн – 450 тысяч игроков. Четвертый рейтинг посещаемости. Языковая группа – русский, японский, английский, немецкий, польский. Ниже прилагалась красочная карта и шло описание. Мир Дорсы – один из самых старых и больших во всей сфере миров. Именно здесь, тысячу лет назад, загадочные древние проиграли Великую войну. И с тех пор фракции этого мира слабы и разрознены. Дом Тьмы, возрожденный вернувшейся из бездны богиней Ананизарты, пытается подчинить Дорсу своему влиянию. И так далее, и тому подобное. Я не стал читать этот бред и перешел к следующему шагу. Выберите вашу расу. Я глянул в длинный список доступных. Ух, ёпта. Там было с полсотни названий. От классических людей, эльфов, гномов, до экзотических ракшасов, кентавров и демонов. Присутствовали подводные расы. Тритоны, какие-то рыболюди. Часть рас была помечена красным, часть серым. И их выбрать в мире Дорса было нельзя. Ради интереса я навел на иконку эльфы. Система тут же выдала мне ворох под расы народностей. Высшие, серые, равнинные, солнечные. Каждый со своими расовыми бонусами, уникальными трейтами, внешностью и подробным описанием. Чёрт, да тут можно полдня разбираться. А у меня всего пара часов запланировано. Вернуться к выбору расы, произнёс я. Раса – человек. Люди. Самая многочисленная раса Дорсы. Человеческие поселения можно найти практически везде. Физические и ментальные силы людей хорошо сбалансированы. Их обычаи, нравы и внешность могут сильно различаться. Скипаем описание. Далее – выбор народа. Система опять выдала мне длинный список, где среди хейвинцев, ингваров и племенем Толлу я нашёл рекомендованный мне народ Эйр. Выбираем его. После падения древних, по их прежним владениям на северо-западе Дорсы, прокатились волны нашествий кочевников из Великой Степи. Кровожадные наасы, свирепые хитеи сотнями лет опустошали земли Павшей Империи. Древняя кровь почти иссякла, но её силы ещё дремлет в обитателях этих земель, гордом народе Эйр. На Кан-Элу, забытом языке древних, Эйр означает «владение земля права». Система приняла выбор и предложила воспользоваться шаблоном для настройки внешности, сделать случайную генерацию, либо использовать мою реальную внешность. Я выбрал третье. И в кольце колонн на фоне гор появилась моя полуобнажённая трёхмерная копия. А что, мужчина вполне видный. Не без самодовольства заключил я после короткого осмотра со всех ракурсов. Затем принялся вносить правки. Многие виды причесок, цвета волос и другие настройки внешности были недоступны на бесплатном аккаунте. Но того, что было, мне хватило с лихвой. Немного прибавил роста, расширил плечи и добавил чуть объёма мускулатуры, но не чрезмерно. Волосы стали и сине-чёрными, и теперь спускались почти до плеч. Цвет глаз изменил на ярк-синий, чуть поменял разлёт бровей и подбородок. Немного подумав, добавил лёгкую небритость и слегка омолодил персонажа. Вот так хорошо. Таким, наверное, бы я мог стать лет семь назад, если бы слегка подрос, отпустил и перекрасил волосы и усердно посещал спортзал. «Видите ваше имя». «Кот». «Имя занято». Бесстрастно отрапортовала система. «Окей». «К.О.Т.». «Имя занято». Чувствую, здесь я надолго зависну. Мой любимый ник любим не только мною и весьма популярен в онлайн-играх. Через пять минут, перебрав десятка-два комбинации от банального котяра до котт 2025, я плюнул на это дело. Голосовой команды вывел список доступных ников, содержащих слово кот, и почти сразу выбрал имя хот-кот. Типа хот-дога, только с котом в главной роли. Мне понравилось, пойдет. В конце концов, после того, как я попробую игру, ничего не мешает мне удалить персонажа и создать нового. Итак, вводим имя, идем дальше. Передо мной с легким шелестом развернулось полупрозрачное окно, демонстрирующее куклу персонажа в стиле идеального человека да Винчи с множеством затейливых значков, шкал характеристик и колонок навыков. Местный Чарлист, понятно. Однако красиво и стильно у них все тут нарисовано. Твердая пятерка художникам и дизайнерам, оформлявшим интерфейс. Вроде бы и информации много, циферок и буквок разных, а все доходчиво понятно. Перед тем, как нырнуть сюда, я немного покурил форумы и гайды по сфере миров. В общем, в игре не было набивших оскомину классов и специализаций типа воина, паладина, некроманта. И уровней тоже не было. Вместо всего этого предлагалось множество разнообразных навыков, которые прокачивались в процессе их использования. Система сама оценивала совокупность развитых навыков и атрибутов. И присваивала игроку определенный архетип. Архетип условно был похож на класс, но лишь отчасти. Основным отличием была возможность получить множество архетипов. Правда, активными, включенными, могли быть только три. Со временем их можно было развивать, менять, получая новые способности. Архетипов было великое множество, от простых до легендарных. Как я понял из гайдов, в сфере всё. Архетипы, крутость персонажа, его умения и возможности, всё зависело от навыков. Скорость их прокачки была завязана на использовании. Короче, что ты делаешь, такой навык и прокачивается. Бегаешь, качаешь атлетику, дерешься на мечах, поднимаешь одноручное оружие. Это я вроде как понимал, но дальше шёл совсем тёмный лес. Более продвинутые навыки открывались после прокачки начальных. Коэффициент скорости их изучения был гораздо медленней. И вообще, чем дальше прокачивался навык, тем медленнее он рос. Народ писал, что сложность нарастала прогрессивно. Скачать первую сотню ОМ легко, вторую в два раза дольше и так далее по нарастающей. А уж довести навык до капа, тысячи очков мастерства, было делом неимоверно длительным и трудным. Общая сумма этих ОМ, очков мастерства, и определяла крутость и прокаченность персонажа. В общем, я решил, что лучше один раз увидеть, чем семь раз просчитать. Нужно попробовать всё самому. Распределите ваши характеристики. Немного подумав, а точнее припомнив, о чём писалось в одном из прочитанных мною гайдов, я скинул два очка в выносливость, одно в силу, одно в телосложение и одно в харизму. Почему так? Выносливость – это одна из самых важных на старте характеристик. Она напрямую влияет на энергию аватара. Сколько он сможет нанести ударов в бою, пройти, пробежать и унести добычи. Телосложение – это очки жизни, способность переносить урон. Сила отвечает за нанесение физического урона и грузоподъёмность. Ну, а харизма позволяет быстрее завоёвывать расположение НПС, неигровых персонажей. И, как следствие, получать более вкусные задания. Интеллект же действовал на магический урон и количество манны, которые мне были не нужны. Ну, а удача – тема яростных холиваров на форумах сферы миров. Она считалась частью игроков самым бесполезным атрибутом. Другая же часть с пены у рта отстаивала, что это чуть ли не самый важный навык в игре. Это так, вкратце. Ветвистое древо доступных навыков опять чуть не погрузило меня в ступор. Одни описания можно было читать полдня. Навыки группировались по боевым, ремесленным, торговым, магическим и многим другим. Я открыл боевые. Да, полно всего. Одноручное оружие, двуручное оружие, бой без оружия, щиты, метательное оружие, стрелковое оружие. И это только базовое. У каждого базового открывается подгруппа продвинутых навыков, требующих предварительного изучения основного для начала их прокачки. Открыв одноручное оружие, я увидел навыки длинные мечи, короткие мечи, кинжалы. И для начала освоения требуется третий ранг одноручного оружия. 300 из 1000 ОМ. И так далее. Да, жесть. У меня было свободных всего 50 стартовых очков мастерства. Я, не дрогнувший рукой, вложил их все в базовый навык торговля. Зачем? Да затем, чтобы получить доступ к внутриигровому аукциону, функционал которого я собирался протестировать в первую очередь. Да, доступ к аукциону и возможность покупать, продавать, тоже нужно было прокачивать, причем кучей навыков. Вы готовы завершить создание персонажа? Да. Внимание, генерация случайных расовых особенностей. Это еще что за черт. Я только успел открыть рот, как система обрадовала меня. Вы получаете расовую особенность умный. Поздравляем. Вы получаете редкую расовую черту ген древних. На кукле персонажа вспыхнули и погасли две новых иконки. Информация по первой была понятной. Умный. Ваш разум ясен и подвижен. Вы быстрее других усваиваете новый опыт и быстро учитесь. Плюс 10% к получаемому опыту. Меня никто не предупреждал об этом бонусе. Тем приятней. Теперь я буду быстрее качаться. А вот описание второй иконки было странным. Ген древних. В ваших жилах дремлет кровь древних, и никто не знает, когда и зачем она может пробудиться. Загадочно. Ладно, разберемся. Создание персонажа завершено. Желаете войти в игру? Да, желаю. Я иду, сфера, берегись. Внимание, перед входом в игру вы должны установить уровень полного погружения. Угу, понятно. 100% погружение – это болевые ощущения в виртуале, идентичные реальным. От этого у людей и сердце останавливается. Я читал о случаях, когда люди с ума от боли сходили при 90-100% погружении. Много всяких баек по сети ходят. Даже многочисленные порталы VR-развлечения с, хм, виртуальными девочками ограничивают погружение 60-70%. Давным-давно, еще на заре VR, был создан ментальный блок, ограничивающий степень боли в виртуале. Капсулы полного погружения не сертифицировали при отсутствии этой технологии. Она снижала входящее ощущение до переносимого болевым порогом и просто-напросто отключала пользователя от сети, если датчики, контролирующие состояние организма, начинали подавать тревожные сигналы. Так что умереть от боли в игре было невозможно, хотя при стопроцентном погружении сильные болевые ощущения гарантируются. 50% мне будет достаточно, чтобы все понять. Внимание! Подписанием данного вы соглашаетесь, что... Желаете пройти базовое обучение? Обучение? Небольшой туториал, пожалуй, мне бы не помешал. Выполняется вход в игру. Ну, наконец-то! Все вокруг окутала темнота, а затем бесплотному мне дали тело. Локация Мир Дорса, континент Дорса, город Золотые Фееры, канализация верхний уровень обучающий квест. Внимание, задание! Найдите выход в город. Награда, опыт, предмет. Я находился в канализации. Кругом царил полумрак, тусклый свет исходил из круглых зарешоченных отверстий на потолке. Я стоял по щиколотку в воде в полукруглом туннеле, высотой примерно в два моих роста. Его каменные стены покрывала скользкая на вид буро-зеленая плесень и древняя паутина. Ну что ж, вода или что это за жидкость течет у меня под ногами? Мокрая и холодная. Запахов канализации я не ощущал. Интересно, если бы уровень погружения был выше, они бы появились? Я подвигал руками и ногами. Все живое, все слушается, как в реальной жизни, и даже выглядит почти как настоящее. Попрыгал, пощупал грязно-серую робу, в которую был одет. Ткань на ощупь была толстой и грубой. Вроде мешковины. Зияло прорехами и бугрилось неровными толстыми швами. «Вызвать интерфейс», — негромко произнес я. Вызвать его можно было и жестом, стандартным для VR, резко развести большой и указательный пальцы. Но я хотел попробовать и так, и так. Полупрозрачный интерфейс персонажа появился передо мной. Он был на удивление скуден. Чарлист, управление настройками. Ни журнал заданий, ни чата, ни инвентаря. Ничего. Три полоски наверху. Красная жизнь, синяя мана, зеленая энергия. Минутная ревизия выявила, что нам не надеты две шмотки. «Лохмотье нищего. Ткань, прочность два из пяти». «И». «Штаны нищего. Ткань, прочность три из пяти». Обе вещи снижали мою репутацию на десять единиц. Больше ничего. Ни оружие, ни сумки, даже обувки пожалели. Да, неласково тут нулевые аккаунты встречают. А, наверное, начни я с серебряным или золотым. Проходил бы обучение в более живописной местности. «Эй! Эгегей!» – прорал я в темный зев тоннеля. Эхо пошло гулять по стенам. «Да, чуток жутковато здесь». Немного потоптавшись, я двинулся в ту сторону, откуда текла вода и буквально через десяток шагов споткнулся обо что-то. «Подгнившая палка. Дерево-вяз. Прочность тринадцать из двадцати. Одноручное оружие. Тип урона – дробящий. Урон – один-три». Сообщила мне система о находке, как только я взял ее в руки. «Ура! Хоть какое-то оружие. Лучше, чем с голыми руками. Но где там мой курс молодого бойца?» «Идем дальше». Канализационный тоннель темный и сырой. Сверху на голову что-то капало. Ощутимо веяло холодной затхлостью из глубины. Да, все это всего лишь сигналы нейроинтерфейса, обманывающие мой мозг. Но выглядит все пугающе реально. В детстве лазили с друзьями в старые источные каналы. Очень похоже. Тоннель привел в большое помещение с грубым сферическим потолком. Наверху зияло отверстие незарешоченного люка. Прямо под ним в центре комнаты высился конус мусора. Судя по всему, его сбрасывали сверху. А на кучи и вокруг нее лазили первые увиденные мной в этой игре живые существа. Серые, облезлые, с длинными голыми хвостами. Увидев меня, крысы, а их было штук пять, зашипели и поползли в мою сторону. Да что поползли? Достаточно резво бросились на меня. Даром я находился метрах в десяти. Самую шуструю я, что было сил, огрел палкой. Вы нанесли крысе три единицы урона. А затем ощутил резкую боль в области ступней. Замелькали надписи в появившемся системном чате, сигнализирующие о получении единичек урона. Крыса кусает вас. Получено одна единица урона. Ваша жизнь 39 из 40. Крыса кусает вас. Получено 1 единица урона. Ваша жизнь – 38 из 40. Крыса кусает вас. Получено 2 единицы урона. Ваша жизнь – 36 из 40. Крыса кусает вас. Промах. Чёрт. Так они меня тут до смерти загрызут и, несмотря на 50% погружение, болевые ощущения всё равно чувствуются, вроде укусов слепня. Но в основном брезгливость и отвращение. И небольшая талика паники даже есть. Пытаясь пинками отогнать гадов, я замолотил вокруг ног своей палкой, сопровождаемой чередой системных сообщений. Вы нанесли крысе 1 единицу урона. Крыса кусает вас. Получено 1 единица урона. Ваша жизнь – 35 из 40. Вы промахнулись. Прочность подгнившая палка снижена до 12 из 20. Крыса кусает вас. Получено 1 единица урона. Ваша жизнь – 34 из 40. Вы нанесли крысе 3 единицы урона. Вы нанесли крысе 2 единицы урона. Крыса убита. Вы получаете 2 единицы опыта. Крыса кусает вас. Получено 1 единица урона. Ваша жизнь – 33 из 40. Вы промахнулись. Ваш навык одноручное оружие повышен до 2. Проклятые твари. Я аж вспотел, пытаясь попасть повертким гадом. Пришлось даже позорно выбежать назад в тоннель и там встречать их по одной, выколачивая дух. К концу баталии я тяжело дышал, вспотел и имел лишь 20 хит-поинтов из положенных 40. У палки осталась только половина прочности. Зато на мой счет легли 4 первых очка мастерства в наручном оружии. Которые добавили мне 4 десятых урона с палки и единичка в атлетике. Навыки, отвечающие за скорость бега, ходьбы и вообще за физические нагрузки. Шкала энергии была почти пуста. И чувствовал я себя соответствующее. Немного передохнув, я решил полутать павших в неравном бою грызунов. Меня ожидал неприятный сюрприз. При наведении на трупик крысы система сообщила мне. Мертвая крыса, взять? Недопустимо, у вас нет сумки. Так, что еще можно с ней сделать? Переселив отвращение, я коснулся трупика. Желаете разделать? Недопустимо, отсутствует необходимый инструмент. Окей, хрен с ними, с крысами. По всем канонам жанра, в этой комнате, где сидели грызуны, должно что-то валяться для меня. Просто так я их бил, что ли? Потыкав палкой во все темные углы, поворошив ей кучу хлама в центре, я и вправду стал обладателем двух очень ценных предметов. Ржавый ключ, огрызок яблока, пища, восстанавливает одну единицу жизни. Которые, впрочем, мне тоже было некуда положить, и поэтому их пришлось оставить. Из комнаты ввело три тоннеля. Я выбрал противоположные тому, откуда я пришел, и двинулся дальше. Ну, кто там еще на новенького? Ответ нашелся быстро. Тоннель закончился каменной лестницей, ведущей к большому деревянному люку наверху. Возле ступени стоял местный сторож с голубым огнем в черных провалах черепа, опираясь на длинный заржавленный меч. Скелет, нежить. ХП 20 из 20. Так, непись агрилась здесь быстро. Как только скелет увидел меня, он поднял меч в воинском салюте и двинулся навстречу. Ну, будь что будет, я покрепче перехватил дубинку. Внимание, при ударе противника смотрите, куда он нацелен. Поднимая в направлении удара ваше оружие, вы можете заблокировать или парировать удар. Скелет был уже близко. Скидывал ржавый зазубренный клинок. Все-таки это обучение. Двигается он медленно, можно успеть. Я попытался поймать удар меча сверху своей палкой. Охнул, почувствовав его силу. Вы поставили блок. Навык блокирования повышен до единицы. Прочность подгнившая палка снижена до 8 из 20. Скелет попытался достать меня колющим ударом в грудь. Но я успел развернуться, прижимаясь к стене туннеля. Вы увернулись от удара. Навык у ворот повышен до единицы. Нафиг все. Я прыгнул прямо в грязь, в воду. Перекатился по камням пола, сдирая коленки и локти, но оказался у скелета за спиной. И пока он разворачивался, от души врезал палкой по белой черепушке. Вы нанесли скелету 3 единицы урона. Ваш навык одноручное оружие повышен до 5. Прочность подгнившая палка снижена до 7 из 20. У врага с треском отпала нижняя челюсть. Но на его боеспособности это никак не отразилось. Следующий удар моей палки он отразил мечом, снизив ее прочность еще на 2 единицы. И перешел в контратаку. Вы поставили блок. Прочность подгнившая палка снижена до 3 из 20. Палка треснула и развалилась, оставив в моих руках небольшой огрызок. Скелет загнал меня почти на лестницу. Пятись назад, я споткнулся о ступени, и ржавый железный клинок, мелькнув перед самыми глазами с противным чмоканьем, погрузился мне в живот. Скелет наносит вам удар в торс. Получено 9 единиц урона. Вы получаете рану. Вы получаете кровотечение. Ваша жизнь 11 из 40. Кажется, я заорал. Это было чересчур уж натуралистично. Тебя вскрывают ржавой железкой, как консервную банку. Боль тоже присутствовала, но более противным было ощущение, что тебя протыкают насквозь. Кому делали хирургическую операцию, тот поймет, о чем я. Я с ужасом увидел, что противник снова вскидывает свое оружие, уже ярко красное от крови. Следующий удар он нацелил мне в голову. Мир вздрогнул, раскололся на куски, и я опять очутился в бесплотном, спасительной темноте. Скелет наносит вам критический удар в голову. Получено 21 единица урона. Ваша жизнь 0 из 40. Вы умерли. Желаете возродиться? Внимание! В обучающем сценарии вы не получаете штрафов за смерть. Нет! Выход! Крышка капсулы откинулась. Я вылез, нашарил на столе бутылку с минералкой, выпил почти одним глотком. Сердце колотилось, руки тряслись. С тобой все в порядке, милый? Спросила Алена, заходя в комнату. Да просто ужастику, Вирти. Хоррор! Жуть какая-то! Попытался улыбнуться я. Ужастик, покажешь мне, я люблю ужасы. Хм... Капсулу нельзя перепрограммировать на тебя. Техник надо вызывать, соврал я. Еще не хватало жену затащить в VR. Потом придется еще одну капсулу покупать. Нет, хватит мне уже одного ее автомобиля, пожалуй. Вот так всегда. Алена, кажется, не поверила и обиделась. Ладно, сиди сам со своим Виртом. Я пошла с Лелей гулять. Леля – противная мелкая собачонка, которую попросила подержать у нас одна из подруг Алены, пока она отдыхает на курорте. Терпеть не могу эту мерзкую породу, и собака отвечает мне полной взаимностью. Немного успокоившись, я опять залез в капсулу. Теперь я был зол. Как так? Меня такого розетокого ветерана VR-ММО задрал первый же скелет в туториале. Нет, так я этого не оставлю. Выполняется вход в игру. Желаете возродиться? Локация – мир Дорса, континент Дорса, голос – золотые фееры. Канализация – верхний уровень, обучающий квест. И вот я опять стою в канализационном тоннеле. Жизнь полная, в руках пусто. Палки на прежнем месте не оказалось. Трупики крыс не исчезли. Значит, данж засеивился. Это хорошо. На этот раз я подошел к делу тщательнее. Перед тем, как идти к скелету, я проверил два других тоннеля, ведущих из комнаты с крысами. Оба, как я и предполагал, окончились тупиками. Были перегорожены непроходимыми решетками. В одном из них, в темном углу, я нашел кучу истлевших костей и возле… Ржавый полуторный меч, железо, прочность 27 из 50. Одноручное оружие, тип урона рубящий, урон 4,7. Точно такой же меч, как и у скелета, который меня убил. Ну, теперь повоюем. Рукоять, обмотанная полуистлевшей кожей, удобно легла в руку. Клинок, хоть и покрытый зазубринами и коррозией, придал уверенности. У мужчины должно быть оружие. Только тогда он чувствует себя мужчиной, говорил мой отец. Во втором от норки тоннеля я убил двух крыс. Больше ничего тут не было. Я проверил два раза и расшвырял все кучи мусора в поисках ништяков. Ну что, тогда идем к скелету. Враг ждал. Челюсть у него не приросла, на ступенях лестницы темнело большое пятно крови. Осматривая его из темноты, невидимой ему зоны, я заметил еще кое-что. Под лестницей, немного сбоку, стоял сундук, деревянный, окованный железными полосами, древний на вид. Нужно будет вернуться в центральную комнату за ключом. Теперь ясно, зачем он. Ну, здравствуй. Зазвенели и заскрежетали клинки, сталкиваясь. Теперь, когда я уже знал, чего ждать и был вооружен, скелет не казался серьезным противником. Двигался и бил он медленно, я успевал или отскочить или блокировать удар своим мечом. «Внимание! Вы заблокировали удары во всех направлениях пять раз подряд. Ваш навык блокирования повышен до семи». Убедившись, что его удара не пропускаю, я буквально в три взмаха расправился со скелетом. Костяк рухнул, рассыпаясь, отдельно покатилась треснувшая черепушка. За скелета система дала двадцать единиц опыта. Из лута с него были только старые кости, которые мне все равно некуда положить, а вот в сундуке, под пертом ржавым ключом, нашелся занятный предметец. «Камень возвращения души. Персональный, уникальный. Нельзя украсть, нельзя потерять. Позволяет возвращать вашу душу к определенному месту. Перезарядка цикличная. Один восемь часов». «Это знакомая штука. Во многих играх есть». «Поздравляем. Вы прошли обучающее задание». Сообщила игра, когда я поднялся по лестнице и взялся за бронзовое кольцо на круглом люке. «Вы нашли выход в город. Награда – 55 опыта. Текущий опыт – 89 из 90. Желаете выйти в город, золотые фееры?» Глава первая. Супер-детка. «Локация Мир Дорса. Континент Дорса. Город Золотые фееры. Внимание! Вы подключены к игровым чатам. Вы открыли новую местность Золотые фееры. Вы получаете 55 единиц опыта. Поздравляем! Вы набрали 100 единиц опыта. В награду вы получаете свободное очко атрибутов. Внимание! Набрав 1000 единиц опыта, вы получите новый свободный пункт атрибутов, который можно вложить в любую характеристику персонажа. Текущее значение опыта – 144 из 1000. Звездное небо и ночная прохлада. Было первое ощущение после выхода из подземелья. Потом к нему добавился гул сливающихся звуков. Вопли зазывал, разговоров покупателей и продавцов, выкриков, смеха, топота, рева животных. Здесь царила суета. Вокруг сновало множество персонажей, игроков и неписей, пишащих по своим делам. Никто не обращал на меня никакого внимания. Я находился на главной площади, вымощенной серым камнем. Невзирая на поздний час, здесь кипела жизнь. Стояло множество торговых прилавков и палаток, вокруг которых толпился народ, ревели странные звери в клетках, прохаживалась стража, туда-сюда проезжали игроки на разнообразных животных. От обычной лошади до нечто. Больше всего походящего на черного пещерного медведя-мутанта. Буквально в метре от меня, обдав упругим колебанием воздуха, взмыла вверх гигантская стрекоза с устрашающими жвалами. На ее спине сидел всадник-игрок, управляющий чудищем с помощью сложной упряжи. Я проводил его взглядом. Заметил в темном небе мелькающие крылатые силуэты. Заслонив звезды, над площадью проплыло что-то громадное, очертаниями в расцветке сигнальных огней, напоминавшее парусники времен Колумба. Стройные мачты, груда тугих парусов, приподнятая корма. Корабль? Летающий корабль? Чаты, я только что обратил внимание, что мне их подключили, кипели от торговых сообщений и флуда. «Нужно написать Алексу», — хлопнул я себя по лбу. Минута заняла освоение местной системы чатов, подстройка под себя их интерфейса и выключение некоторых ненужных каналов. Ход-код. «Привет, это Код, я тут». Алекс Ордер. «Привет, где тебя выкинуло?» Ход-код. «Город Золотые Фееры, Центральная площадь». Алекс Ордер. «Черт, почему так далеко? Ты что, обучение решил на Триале пройти?» Ход-код. «Да, а что, не надо было?» Алекс Ордер. «Да, не надо, но я сам виноват, забыл тебя предупредить. Тогда бы тебя выбросило прямо в Вэйр». Ход-код. Алекс Ордер. «Ладно, жди меня около телепорта. Буду минут через двадцать». Хорошо, пока оглядимся вокруг. Больше всего меня поразило, что игроков и НПС почти невозможно отличить друг от друга. Ники не видно. Чтобы посмотреть информацию о персонаже, нужно было сконцентрировать на нем взгляд. Тогда всплывала прозрачная иконка, например, «Элиен Несокрушимый, клан Хаос», или «Ути-Пути», «Защитник гробниц, клан Джентльмены Удачи». НПС-стражник, здоровенный детина в доспехах, напоминающих древнеримские латы, отображался как, к примеру, «Тремор Аларий Стражи Феер». И все. Я читал об этом, но видел впервые. Больше информации о персонажах можно было узнать, если заслужить с ними определенную репутацию. Ну, а игроки сами должны были показать свои данные, если захотят, конечно же. Мое внимание привлекли два сооружения прямо в центре площади, окруженные каменным бордюром с искусной резьбой. Они представляли собой три каменных рога, покрытых изображениями переплетающихся драконов, меж которых клубился радужный туман. Вокруг них толпилось особенно много народу. Я подошел к ним совсем близко, стараясь разглядеть. «С дороги, нуб!» Прямо из радужного тумана вышла девушка, красивая, светловолосая, в красном плаще со сложной вышивкой и пластинчатой бригантиной под ним. Из-за ее плеча выдавалось золотое перекрестие меча. Я замешкался, и небрежный толчок изящной руки отправил меня на мостовую. Она прошла мимо, а появившийся следом ее спутник, высокий воин в зеленом плаще, окинул меня внимательным взглядом. Его глаза были холодными и пустыми, как у змеи, и у меня где-то под ложечкой неприятно засосало. Алайна и Крит. Клан Проект Ад. Они прошли мимо, а я проводил их взглядом, делая заметочку. «Значит, это и есть телепорт. Пока еще есть время, посмотрим, чем здесь торгуют». Я подошел к ближайшему прилавку, предлагавшему, судя по выложенному товару, всякие кольца, цепочки, амулеты. Торговец, кудрявый и бородатый НПС, увидев меня, прищурился и накинул на прилавок покрывало, скрывая товар. «Торговать», — сказал я ему, не найдя ни в его иконке, Эйнар Торговец, ни в инфеприлавка, прилавок деревянная сосна, прочность 353 из 400, ничего похожего на интерфейс магазина. «Торговать», — ответил продавец. «С кем? С тобой, что ли? Да ты себя видел? Иди отсюда, не мешай работать». «Не понял. Это как вообще? Непись не хочет со мной торговать?» «Я хочу посмотреть твои товары». «По-хорошему не понимаешь, бродяга», — повысил голос торговец. «Быстро пшел отсюда, покуда я стражу не позвал». «Ваша репутация с Эйнаром снижена на пять единиц. Общий показатель — минус пятнадцать неприязнь». «Ах, вот в чем дело. Мой внешний вид, лохмоти нищего, в которые я одет, дают мне минус к репутации. Короче, неписи видят во мне бомжа и не желают иметь ничего общего. Глядишь, и вправду стражи сдадут». Я и сам мысленно расхохотался, посмотрев на себя со стороны. «Мужик в лохмотьях с дурацким ржавым мечом в одной руке. Убрать его некуда. Босой». Отойдя от прилавка, от греха подальше, я снова зарылся в интерфейс персонажа. После прохождения туториала там появилось много новых менюшек. Одно из них было «Репутация». По дефолту там были прописаны все известные мне игровые фракции. Сейчас там красовались только две строчки. «Гильдия торговцев Фейер, минус десять неприязнь». И ее «Одинокая подветви». «Эйнер торговец, минус пятнадцать неприязнь». Настройки порадовали. Можно было посмотреть историю, когда, как и почему снижалась репутация. С отрицательной репутацией непись не давала квестов, не торговала, как я успел убедиться, вообще вела себя презрительно. Я так понял, что если испортить отношения, к примеру, до вражды, это от минус ста, они будут сразу звать стражу, либо нападать. При ненависти, минус двести, вообще не зайдешь в город. Поднимать репутацию, как писали в гайдах, можно было, выполняя задания, а поднять с отрицательной до положительной, убивая некоторых мобов или сдавая некие предметы специальным НПС. Ну, мне достаточно снять эти лохмоти, чтобы убрать штраф на репутацию. Только вот что-то подсказывало мне, что с голым мужиком в одной набедренной повязке они торговать тоже не будут. В общем, внешний вид имеет значение, надо переодеваться. Алекс Ордер. Я возле портала, ты где? Мигнул чат с личным сообщением от Саши. Я двинулся было к телепорту, но дойти не успел, потому что вся площадь вдруг пришла в движение. Отталкивая меня, мимо пробежало несколько игроков, внезапно охваченных паникой. Слышались крики, народ поспешно покидал площадь. На меня, застывшего столбом, налетел персонаж в белой накидке поверх кольчуги в шлеме, покрытом затейливым узором. Вглядевшись в меня, он стиснул мое плечо и дернул за собой. Кот, чего стоишь? Бежим быстро! Сюда идет супердетка! Э-э-э-э-э, только и успел сказать я, и увидел ее. Мимо нас, по разбегающейся площади небрежной танцующей походкой, шла молодая девушка, почти девчонка. Легкие одежды, типа коротенькой туники, практически не скрывали ее тело. Она громко смеялась, на шее блестел затейливый амулет, а вокруг точенной фигуры плясал огненный ореол, жар которого опалил мне ресницы и брови. Бежим! Бородатое лицо Алекс Ордера исказилось, и он почти силой увлек меня за собой, сталкивая в проем между контрфорсами стены. Из сумки на поясе он что-то выхватил, типа свитка, сразу исчезнувшего. Меня окутало голубовато-хрустальное сияние. Не останавливаясь, Саша начертил в воздухе сложный знак, вспыхнувший синим, и впечатал его в камни под нашими ногами. На вас наложен призрачный щит, сопротивление магическому урону увеличено до 50%. Не останавливаясь, он продолжил чертить правой рукой странные знаки. Выписанные символы вспыхивали в воздухе, начали кружиться вокруг кисти Алекса, а затем, повинуясь резкому повелительному жесту, рванулись и медленно угасли на моем теле. На вас наложена руна Альгиз, сопротивление всем видам урона увеличено на 25%. На вас наложена руна Тайваз, все ваши атрибуты увеличены на 10 единиц. А потом... За спиной тонко противно засвистело, издевательский смех супердетки перекрыл все остальные звуки. Полыхнуло, и всю площадь залило море огня, в рёве которого потонули предсмертные крики множества игроков и неписей, не успевших скрыться. Нестерпимая волна жара докатилась до нас. Мы вжались в камни стены, закрывая от пламени лица. Ваш навык сопротивления огню повышается до единицы. Супердетка наносит вам урон. Вы получаете 50 единиц урона от огня. ХП – 40 из 240. На вас наложена руна Пластур. Вы получаете 5 единиц здоровья каждые 3 секунды. ХП – 45 из 245. Диавольщина! Алекс Ордер опустился на камни, глядя на утихающие отблески пламени, пляшущие на площади. По его лицу текли крупные капли пота. Она задолбала уже! Сколько можно? Что это было? – спросил я, ощупывая опалённое лицо. Это была супердетка! – усмехнулся бородатый. Добро пожаловать в сферу, кот! Я наконец-то разглядел его. Алекс Ордер. Клан Дозоры. Алекс тоже, видимо, использовал в игре свою немного подкорректированную внешность из реала. Высокие широкоплечие, с аккуратной подстриженной бородкой. Здесь он выглядел атлетом, хотя в жизни явно весил килограммов на 30 побольше. Белый таборт поверх кольчуги, металлический круглый шлем, покрытый затейливой гравировкой, меч на широкой кожаной перевязи. На ней же, с другой стороны, большая плоская сумка из кожи с вытравленным искусным узором. Заметив мой взгляд, Саша похлопал по ней рукой. Это детка, мать ее так, чуть не спалила меня вместе с моими подарками. А где она? Спросил я, окидывая взглядом догорающий пожар на площади. Ларьки и торговые палатки пылали. На камнях виднелось множество неподвижных обугленных тел. Ее стражу уже убила. Она почти каждый день тут так развлекается, пока репа до ненависти не упадет. Потом удаляет аватара, создает нового, одевает его за недельку и опять за свое. Угораздило тебя здесь появиться. Вот, держи. Алекс всунул мне толстый шестиугольный жетон из тяжелого желтого металла. Золотой? Вы получили жетон портала. Зарядов три из трех. Портал видел? Пошли. Нажмешь жетон в портале, выбирай город Даннаэйр. Запомнил? Когда темнота перехода отступила, я осознал себя на небольшом холме, заросшем густой травой. За спиной переливался портал. Невдалеке, над истоптанной дорогой, ветер шелестел листвой незнакомых, но красивых деревьев. А прямо надо мной, за рвом с водой, выселись мшистые стены города, который назывался Даннаэйр. Алекс Ордер расправил плечи, с наслаждением подставляя лицо прохладному ночному ветерку. Двое воинов, беседующих у гранитных валунов неподалеку, с удивлением посмотрели на нас. Затем один из них приблизился. — Алекс, что ты делаешь здесь? — удивился он. — Так надо, — коротко ответил мой проводник и взглянул на меня. — Иди за мной, кот. И мы пошли в Даннаэйр, который здесь все называли просто Эйр. Город узких улочек, покрытых мхом стен домов, высоких башен, северной прохлады и красивых ночных звезд. Алекс Ордер привел меня в таверну, оказавшуюся полупустой, и сел на скамью, жестом указывая мне место напротив. Скучавший за стойкой трактирщик, который приветственно махнул Алексу при входе, подошел к нам. — Привет, Карн! — обратился к нему Саша. — Познакомься, это мой друг, кот. — Приветствую, Алекс. Давно ты к нам не заглядывал. Трактирщик, светлобородый немолодой уже НПС, взглянул на меня. Саша он улыбался и хлопал по плечу с видом старого товарища. — Друг Алекса, мой друг. Рад знакомству, господин Хот-кот. — Вы получили персональную рекомендацию. Ваша репутация с Карном повышена на 100 единиц. Текущее значение — плюс 90 единиц дружелюбия. — Что вам принести? — Четыре кружки темного пива и два жареных на углях стейка. — Улыбнулся мой спутник. — На гарнир твои фирменные овощи. — Я забрал тебя из феер, потому что там очень опасно. — обратился Алекс ко мне, когда трактирщик ушел выполнять заказ. — Будешь жить здесь. Эйр, хорошее место. К тому же здесь не так жарко. Держи. Он кинул мне через стол туго набитый кожаный мешочек. — Здесь десять золотых. На первое время тебе хватит. Потом сам заработаешь. — Спасибо, конечно. Но я не могу принять это. — нерешительно сказал я. — Бери, Ко, ты без разговоров, — отрезал Алекс. — Для меня это мелочи. Купи у трактирщика ключ от номера. Будешь здесь жить. Да, и еще. Он порылся в свои сумки и положил на стол черную кожаную перевязь с поясом, слегка потертую на вид, с кольцами под ножной и небольшой сумкой сбоку. — Сам носил в нубстве, — вздохнул Алекс. — Да ты примерь. Вы получили предмет. Пояс с нагрудной перевязью из кожи крылана. Качество редкий. Материал кожа крылана. Прочность 63 из 90. Вес 1 килограмм. Три слота быстрого доступа. Две точки крепления предметов. Использована малая сумка путешественника. Использованы кожаные петли для ножен. Плюс три ловкости. Плюс два к физической защите торс. Плюс три харизмы. При ношении используют навык легкие доспехи. — Класс! — прошептал я, ощупывая шершавую черную кожу. Вещь отсвечивала синим редким идентификатором. Но главное — на вид казалась такой настоящей, добротной, качественно сделанной. — Это еще не все! — улыбнулся Алекс, выкладывая на стол следующие вещи. Это были две книги в шикарных кожаных переплетах ручной работы. Уголки окованы медью, затейливые двойные застежки, тусклые металлические пряжки в форме драконьих морд. В одной открыв, я увидел множество географических карт с пометками и пояснениями. Вторая была просто пустым переплетом с десятком девственно-белых страниц. — Вы получили предмет «Полный атлас Алекс Ордера», качество редкий, «Мастер Алекс Ордер». Содержимое. 29 карт, масштабируемые, копии. Открыть атлас. Вы получили предмет «Книга в кожаном переплете», качество редкий, «Мастер Алекс Ордер». Содержимое. 10 из 50 страниц. Открыть книгу. — Саша, не знаю, что и сказать, — развел руками я. — Слов нет. — Дай почувствовать себя Дедом Морозом раз в жизни, — засмеялся Алекс. — И вообще, мне давно пора было разобраться в сундуках. На твой уровень без скиллов у меня больше ничего не было. — Смотри, вот и пиво принесли. Спасибо, Карн. Давай выпьем по кружечке, а потом расскажешь, как тебе игра. Сдувая белоснежные хлопья пены, я в очередной раз поразился реальности происходящего. Мое бренное тело сейчас лежит в капсуле, а я, совсем забыв о нем, болтаю за кружкой пива с приятелем. Пиво вкусное и холодное, напоминает ирландский Эль. Стол деревянный. Щипаю себя за предплечье. Больно. Это же наркотик. Вторая жизнь, черт побери. Алекс повел носом, показывая в сторону кухни, мечтательно закатывая глаза. — Слушай, а как запахи включить? — спохватился наконец я. — И вообще, ты при каком погружении играешь? — Полные, конечно. Запахи можно включить, там галочка есть в настройках. Даже в игре можно. А вот степень погружения можно поменять только при перезаходе. — А, не больно? У меня 50%, и то... Брррр. Я вспомнил скелета, тыкающего в мое тельце ржавой железякой. — Есть немного, но все терпимо. Все серьезные игроки в сфере играют с высокой степенью погружения. На то есть три причины, — ответил Алекс, расправляясь с первой кружкой. Интересно, я об этом на форумах не читал. Первое, и об этом не напишут, что навыки при полном погружении прокачиваются быстрее. Мозг мобилизируется в предчувствии боли. Ты выжимаешь из своего аватара все возможное и невозможное. И в результате делаешь все быстрее, выше, сильнее. Вторая причина – хардкор. Просто приятно погрузиться в этот мир. Попробовать то, что ты никогда не сделаешь в реальном. Скажи, ты вот пробовал жареную на костре в лесу оленину. Почувствовать адреналин схватки, снести врагу голову с плеч. Ну, а третья причина – секс, расхохотался Саша. Потом сам все поймешь. Принесли дымящиеся стейки, овощи в глиняных горшочках, хлеб на деревянном блюде. Столовые приборы почти не отличались от наших. Только стилизации под Средневековье. Степень проработки, внимание и любовь к малейшим деталям поражали. Как им все это удалось? «Эту игру сделали гении», – продолжал Саша. «Слышал о Балабанове?» «Что-то знакомое». Фамилия и вправду вертелась на слуху в игровых кругах. Совсем ты мхом покрылся за своим космосом. Балабанов, Свечкин и их команда разработала и выпустила сферу три года назад. Они прикрутили сюда все известные достижения индустрии VR. Разработали свой уникальный движок и процедурный генератор. Их на Нобелевку выдвигали из-за этого проекта. Добавили масштабируемый искусственный интеллект нового поколения и оцифровку псевдоличностей. Сфера – шедевр. Об этом я как раз читал в восторженных отзывах. Каждый НПС в мирах сферы был уникален. Обладал заранее прописанными чертами характера, моделями поведения и поддерживался отдельным ИИ. После того, как изобретенный такиями ассоциативный ИИ прошел тест Тьюринга, стало возможным создание думающих машин. Иными словами, отличить ИИ от реального собеседника стало почти невозможно. Это давало огромный прирост реализма. Если же человек в разговоре пытался вывести из кино на чистую воду, используя абстрактные и отвлеченные темы, подключался ИИ помощнее, способный вести диалог на любом уровне. Это называлось масштабирование ИИ. Некоторые НПС вообще были оцифрованы с людей реального мира. Со всем их характером и привычками. Списаны с исторических личностей. В общем, жуть. «Степень проработки поражает», – согласился я, вертя перед глазами двузубую тяжелую вилку, покрытую гравировкой в виде колосьев. «Столько деталей!» «Дизайнеры просто гигантскую работу провели!» «Дизайнеры!» – расхохотался Алекс. «Ты серьезно думаешь, что все это могли нарисовать гейм-дизайнеры и художники?» «Ну, а кто же?» «Код. В сфере. Сотни миров. Триста сорок вроде только разведанных. Сотни тысяч, а то и миллионы НПС. Огромное количество городов, крепостей, деревень, лесов. Да и всего. Ты знаешь, что площадь мира Дорсы примерно равна площади Евразии? И ты думаешь, что это все вручную сделано с такой степенью проработки каждой вилки в таверне? М-м-м-м? Я же говорю, команда Балабанова-гении. Их вообще работало всего около ста человек. Основную работу сделал изобретенный ими процедурный генератор». «Процедурный генератор?» «Да. Работающий на основе случайных чисел. Представь себе. Создается новая локация. Задаются начальные условия. Затем с помощью алгоритмов генератора случайным образом определяется ее размер, климат, экосистема, наличие и местонахождение рек, гор, ручьев и населенных пунктов. Ресурсы, полезные ископаемые. Специальные правила при генерации не позволят, допустим, создать цветущую зеленую долину в вулканическом мире или создать пустыню посреди лесного массива. Затем генерируется НПС населения из заданного списка рас. Проигрывается их биография, пишется история мира и так во всем. «То есть, все это сделано генератором?» Я ввел руками таверну. Почти все. Дизайнеры создавали лишь шаблоны и задавали правила генерации. А генератор из них, как из конструктора, лепит любое задание. Хочешь меч, хочешь замок, хочешь пещеру в снежных горах. Шаблонов бесчисленное множество. Их постоянно добавляют. Их весь интернет рисует для сферы. «Очуметь. То есть, получается, все это уникально?» «Ага. Все НПС, все города, все миры и все их задания разные. Причем, сотрудники команды Балабанова только задавали задания. Давали набор шаблонов, стилей и принимали работу. Ну, подчищали порой что-нибудь. Но в целом, процедурный генератор настолько совершенен, что ошибок почти нет». Алекс вздохнул, заканчивая со стейком. Я пытался сообразить, как эта информация поможет или помешает в осуществлении моего плана. «Вот только Балабанов погиб», – продолжил Саша. «Авиакатастрофа. Три месяца назад. Они, вся их команда, почти 70 человек, летели на Рождество, на Маврикий. Тимбилдинг. Корпорация оплатила их отдых в виде премии. Все погибли». А вот об этом я читал. Как раз под Новый год вся сеть гудела. Сигнал самолета пропал в море, его так и не нашли. «Сейчас над сферой работает новая команда разработчиков. Агасян, главный инвестор сферы, привлек самых лучших, но, сам понимаешь, это не команда Балабанова. Одна надежда, что они будут свои ручонки запускать в генератор». «Ха-ха, знаешь пословицу, работает, не трогай», – пошутил я. «В точку. Пока, если честно, я никаких изменений не заметил. Слушай, кот, я о чего-то разговорился, наверное, пиво подействовало. Может, у тебя вопросы какие есть?» «Почему именно мир Дорса?», – поинтересовался я. «Это русский мир. Есть, конечно, и иностранцы, немцы, поляки, но в основном все русскоговорящие. Проще адаптироваться. Но и сам по себе мир очень интересный. И ресурсами, и данжами». «А как насчет доната и вывода игровой валюты?» – спросил я. «Скрывать от Алекса мои намерения было глупо. Он знал меня как облупленного». «Сколько хочешь, вводи-выводи, без ограничений на игровом аукционе. Ну, обычная схема. Админы берут 10% от суммы. Курс плавающий. Примерно один к десяти». «Реально заработать в игре?» «Более чем. Например, и я…» Алекс немного запнулся. «О таких вещах тут говорить не принято, но тебе скажу. Я ушел с основной работы и теперь больше имею. Зависая те же 8-10 часов в сутки здесь». «Интересно, расскажешь? И как к этому относится жена? А какая ей разница? На работе я за компом сижу или в капсуле лежу? А что до заработка? Я ведь в клане на твердой зарплате». «Может, и для меня найдется теплое местечко?» – пошутил я. «На твердом окладе?» «Я думал об этом, но нубов в дозоры не берут», – совершенно серьезно ответил Саша. «Нужно минимум десять тысяч ОМ. Это минимальная планка для приема. Когда вкачаешь, вернемся к этому разговору. Я ведь почти с релиза играю, потому и прокачался. Ну и умею некоторые полезные для себя и для клана штуки». «Понятно. Кстати, вот еще вопрос. Здесь ведь классов нет. Что качать? Ты вот что умеешь?» «Я качаю мультикласс. Неплохо умею на мячах драться. Не профи, но кое-чего стою. Ну и ты видел сам, я рунный мастер. И картограф». «А что качать?» «Вопрос сложный. Навыков много, и все они разные. В начале всем необходима атлетика и хотя бы минимальное умение сражаться в ближнем бою. Нужно освоить технику ударов, уворотов, парирования, научиться блочить, стрелять из лука. В процессе получишь простейшие архетипы, а дальше сам поймешь, что развивать по стилю игры». «А как насчет магии?» «Забудь. Это дело хорошее, но очень сложное в освоении. Игра хардкорна. Вкачать магические умения со старта не получится. Сначала освой базовые навыки. Потом сам разберешься. То есть, получается, что каждый может быть одновременно и воином, и магом, и стрелком? Все умеют все. В чем интерес?» «Нет». Алекс покачал головой. «Навыков много, и все вкачать не получится. Только какое-то одно направление отлично, или парочку родственных хорошо. Противоположных нет. То есть, если ты будешь прокачивать, к примеру, и мага, и воина, он получится никудышным в обеих ветках. Опять же, урон. Владение навыком очень сильно зависит от твоих атрибутов. Силы, интеллекта. Они в основном поднимаются шмотом. Маг носит вещи на интеллект, воин на силу. Это я на примитивном уровне объясняю. На самом деле, механика сложнее». «Я понял». Поднял руки ладонями к нему я. «То есть, классов нет, но тем не менее они есть». «Точно. Есть и еще одна причина. Навык прокачивается, пока ты его используешь. Если ты им не пользуешься, например, вкачал щиты, но их не юзаешь, навык начинает забываться. Со скоростью примерно одной трети к прокачке. Но тем не менее, имеет смысл качать одну-две близкие ветки скиллов, которым нужны одинаковые атрибуты». «А как же твой мультикласс? Получается, ты и есть тот самый и воин и маг?» «Нет, я не маг, я рунный мастер. Это другое. Если ты о щите, что я кинул на тебя, то это был свиток из клан Храна. Но вообще мультикласс качать сложнее. Тут ты угадал. Правда и плюшек больше. Кстати», – вдруг сменил тему он, – «сам-то ты что на старте наваял? Открой инфу Аббатара, гляну». Поискав в настройках, через минуту я нашел, где включается-отключается отображение информации о персонаже для других игроков. Как я понял, почти все здесь скрывали свои реальные атрибуты и навыки. Не мудрено. Если знать, что умеет враг, можно легко подобрать контру. «Слушай, ты не удаляй этого персонажа», – сказал Алекс, посмотрев мой чар-лист. «Тебе повезло. Выпал редкий трейд». «Ген древних? Что это за хрень?» «Я скажу тебе больше», – Алекс понизил голос, хотя кроме нас с ним в таверне не было никого. «Именно из-за этого трейда наш клан живет в этих местах, и наши новички в основном берут стартовым народом эйр». «Ого, значит, мне сильно повезло?» «Трейд редкий, выпадает примерно трем-четырем на сотню. Не уникальный, но все же. По Бэку народ эйр – потомки древних, поэтому именно их представители могут получить эту способность. Мало кто знает об этом. А что вообще он дает?» «И в Дорсе, и в других мирах есть достаточно сложные данжи, оставленные этими древними. Награды и лут там неплохие, мягко говоря. Еще там есть механизмы и тайники, которые может активировать только обладатель этого гена. Словом, идя в такой данж, нужно иметь в команде человека с этим трейдом. У нас в клане всего двое. Нет, у троих он есть. Я открыл рот, собираясь спросить еще и еще что-то. Но Алекс вдруг прервал меня жестом, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Мгновением спустя он резко встал. «Прости, кот, мне пора. Меня зовут. Нужна будет помощь, пиши». И стремительно вышел, почти выбежал из таверны. Я остался сидеть с книжками, новым поясом и небольшим переизбытком информации. Подошел трактирщик. Убирать посуду со стола. Судя по всему, обслуживал гостей в таверне лично он. «Уважаемый», — обратился я к нему. «Алекс говорил мне, что вы сдаете комнаты». «Разумеется», — кивнул НПС. «Три комнаты на втором этаже свободны. Могу сдать вам ту, которую снимал Алекс. Десять серебряных монет в день. Три золотых в месяц. В эту сумму также входит двухразовое питание в таверне. Берете, господин хот-кот?» «Конечно. И давайте без господина Карн. Просто кот». «Ваша репутация с Карном повышена на пять единиц. Текущее значение плюс девяносто пять единиц дружелюбия». Получив один золотой задатка, трактирщик выдал мне два ключа, большой и маленький. На вопрос, зачем второй ключ, он посмотрел на меня, как на дурака. Вот уж не думал, что Непись на это способна. Но вежливо объяснил, что от сундука в номере. Ключи, что приятно, не занимали место в инвентаре. Открыв притороченную к поясу малую сумку путешественника, 12 мест до 10 килограмм, я нашел в небольшом кармашке вделанное внутрь тонкое незамкнутое бронзовое кольцо, к которому было очень удобно прицепить ключики. На таком же кольце они и отображались в углу иконки сумки в интерфейсе инвентаря. Судя по всему, можно было добавить на кольцо неограниченное количество ключей. Ступеньки лестницы на второй этаж таверны Карна, которая, кстати, называлась «Веселая мельница», противно скрипели. Точь в точь, как у меня, на даче.